Свой состав офицерский ярославцы могли сегодня наблюдать на Советской площади. Кроме того, над столицей региона летали военные самолеты времен Великой Отечественной. На главной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы. В последний раз перед официальным выходом маршировали все участники, а организаторы добавляли финальные штрихи. Дарья Крот наблюдала за подготовкой. Репетиция генеральная, а значит участвуют все. Авиация не исключение. Легендарные самолеты военного времени наматывают круги над Советской. В Ярославле это не единственные гости из прошлого. Легендарный танк Т-34 сегодня на главной городской площади впервые. Этот танк снимался в фильме «Гайдая» на Брайтон-Бич. Хорошая. Воды на Дерибасовске идут дожди. Видела его в фильмах и воспитанница юнармии Света Морозова. Столкнуться с легендой мечтала. Превзошло все ожидания на самом деле. Т-34, ну это легенда просто. Еще одни ветераны пять ретроавтомобилей. В Ярославль прибыли из Петербурга. Автобусы и грузовики для парада выделило Патриотическое общество «Ленрезерв». Пассажирские автобусы с деревянным кузовом. На всю страну таких единицы. В основном эти автобусы переделались санитарные. Снимался салон, гражданские сидения. Устанавливали специальные кронштейны для носилок. Это был передвижной санитарный пункт. Выходит на площадь и Ярославская техника. Гордость военного училища ПВО. Четыре зенитно-ракетные установки. Они тоже участники боевых действий. Правда, недавнего времени в Сирии. Кроме десятков единиц техники, на Советской больше тысячи человек. В ногу маршируют военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. МВД, МЧС, службы судебных приставов. А также кадеты и юнормейцы. Особо выделяются расчеты высшего военного училища ПВО. 400 лучших курсантов и офицеров больше месяца готовились ко Дню Победы. Хотелось бы перед жителями и гостями города Ярославля показать всю красоту прохождения. Все-таки для военного человека это строевой шаг, строевая выправка. Это тоже показатель его подготовленности даже, можно сказать, к бою. Скоординировать действия такого количества техники и людей – задача непростая. И даже сегодня, в последний день, потребовалось не раз повторить сценарий. Все это на радость зрителям. Трибуны переполнены даже на репетиции. Нам эта ситуация очень близко, потому что у нас родственники погибли в Великую Отечественную войну. Мы их помним все. Каждый 9 мая мы обязательно вспоминаем. А папа, он 37-го года рождения, ему уже скоро будет 81 год, он, как говорится, дети войны. Для одних представление, для других – генеральная репетиция. Несколько часов военнослужащие провели на Советской площади, оттачивая каждый шаг. Гарнизон снова вернется сюда спустя часы, чтобы ярославцы увидели парад победы. Городской телеканал покажет его трансляцию в среду в 11 и в 21 час в повторе. Дарья Крот, Михаил Орлов, Новости города.